Так, возвращаемся после небольшого перерыва на вторую карту между командами Адроид и Бума Спортс. Как я и говорил изначально, что эта встреча должна получиться довольно жаркой. И одной и другой команде нужна победа здесь. Вот, поэтому Адроид вот первую карту смогли забрать, но им нужно закрепиться еще. Так, в драфте у нас Шейкер, Нейчерс Профит, Бэйн и Бладсикер. У Бума Файмбер Спирит Вичдоктор Пангольер. Вичдоктор ныне очень популярный саппорт, но считается, что он очень хорош против героев с амонами. Ну, то есть там против Бистмастера хорош. Против Энигмы может быть хорош. Вот, но понимаете, друзья, в чем дело? Дело в том, что против Нейчерс Профита он как раз не хорош из-за того, что пеньков очень много. И каски в замесе, они могут вообще полететь только по крипам. То есть, как бы, когда ты играешь на линии, тебе нужны какие-то крипы, чтобы каски нормально отскакивали. Когда ты играешь уже в мидгейме где-то не на линии. Да, там в лесу где-то драки идут на Рошане, на рунах на каких-то или там на линиях, когда там крипов, например, нет. Вот, там уже, конечно, желательно, чтобы никаких лишних юнитов не было. И каски летали там, например, между двумя или между тремя героями, станели их очень сильно. Вот, таким образом. Вот, и вот как раз Нейчерс Профита это не самый такой вот, как бы, хороший герой для борьбы с Витч Доктором. Ну, как бы, для борьбы с Витч Доктором против Нейчерс Профита, естественно, имеется в виду. Но мы в любом случае посмотрим, как там оно будет. Лоундруиды также забирают бум. Им нужен сейчас либо три, либо четыре герой. Либо три, либо четыре. Блин. Ну, тут из каких-то простых вариантов, я не знаю, может, андерлорд какой-то там они захотят что-то подобное пикнуть. Тимбера нет. ДК. ДК есть. ДК тоже нет. Квапа. Квапа есть. Можно квапу взять, в принципе, для бум. Квапу можно ядроидом, кстати, взять. Пак. Пак, пак, пак. Не знаю. На самом деле. Пак сейчас что-то редко кто использует, но пак против Пангольера и Эмбера хорош. Против Лондруида, наверное, так себе. Энигма. Хороший вариант для Бум Спортс. Непонятно, правда, что за Энигма. Три или четыре. Но команда, я знаю, рейтит и такой, и такой вариант. Я лично рейчу вариант Энигмы. Энигмы тройки. В первую очередь. Бремастер появляется. Молодроид. Немножко неожиданный выбор. Но вроде бы как против Медведя. Против Медведя плюс-минус неплохо. Потому что ты можешь циклоном Спиритбера отправить в полет. И как бы Медведь будет бесполезен таким образом. Не, ну УБУ хороший как бы драфт. То есть тут тоже опять сложно выделить какого-то явного фаворита. Играть можно совершенно по-разному. Ситуация может повернуться разным боком. То есть вот получается хайт у нас на Энигме. То есть Энигма четверка. Получается Панголер тройка. Энигма четверка. Семь минут будет качать лес. До выхода в Некров. Скорее всего. Что это значит? Это значит то, что Блоттикер будет на супер фулл фри фарме. Все это время. И если остальные линии будут немножечко командой Бум и Спортс подслиты. То Блоттикер этот будет... Ну как? Там будут герои на лоу хп стоять. То этот Блоттикер может просто зарядиться очень сильно от пассивной способности. И за Пангольером побежать там прям под вышкой и убить его. Может быть по-другому все. Может быть хайт будет качаться как-то ближе к линии. Пожрать рейндж крипов. И таким образом тянуть линию на Пангольера. И он там будет качаться. А остальные линии не будут сильно проседать. И у всех будут хитпоинты. И Блоттикер не будет заряжаться. Потом. Что касается Блэкхоллов. Блинк плюс БКБ это все-таки довольно большие деньги. И не факт, что Энигма вынесет их быстро. А тут сбивать есть чем. Фиссура, Оркит Нейчерс Профита, какой-то Найтмар и Финцгрипп. Финцгрипп также позволяет сбить Блэкхолл и... При активации Блэккинг Бара на Энигме. Вот. Ну давайте в общем смотреть. Повторюсь. Тут чисто все на исполнение завязано. Вот чисто все завязано на исполнение. Так. Красоту делаем. Все шикарно. Бегут Блочить Кэмп. Бумы. Или нет. Кэмп Блочить не стали. Просто поставили в арт на вижн. И Энигма идет. Ожирать крипам. Какой геймплей у Пангалера? В этом случае Пангалер. С топориком. Выход в Дживелин. Не уверен, что это... Хорошая идея. То есть ему бы какие-то... Аккуратненькие стартовые предметы. Типа ПТшка Владмирс. Здесь не помешали бы. Поначалу. Бэйн нагл заходит. Бэйн этого принимает. Шекер также на месте. Фиссура. Баунти руна. Три для Адроид. И одна для команды Бум. Ну понятно. У Бум у них... Довольно слабенький... Рун контроли за Энигмы. И они Брюмастера отправляют на бот. Чтобы тот стоял против Энигмы, да? А Энигма в топ бежит. Что-то я пока вообще не понимаю. А что... Плохой лайнап, что ли, для Энигмы Пангальера? Что ли? По-моему... По-моему, для Дайр так только лучше. Если честно. То есть, они в топ отправляют Энигму. И Энигме намного проще качаться здесь. Энигме намного проще качаться в большом лесу, чем на треугольнике. Обычно так, кстати, Энигмы и делают, если вы обратите внимание. Они качаются... Ну, то есть, они хавают крипов рейнжовых. Там один-два раза. Вот. И потом отправляются прокачивать... Большой лес. Ну, тут как бы шейкер может, на самом деле, мешать очень сильно. Сейчас, видимо, хайд еще одного рейнж-крипа конвертирует в идолонов. Отманивается пачка. Тут пока все хорошо. Бьется Кларити. Эта Кларити сейчас Буми собьет. Не сбивает. Ну ладно, Сурю все-таки решил сбить. Ну и правильно. Так, в миде у нас противостояние Фуриона и Эмбера. Фурион должен по КСу здесь чувствовать себя намного лучше. Ему проще каесить. Да, и вот обратите внимание на билд Брюмастера. Супер-мега-быстрый Доминатор. Я каждый раз говорю о том, что билд через Доминатор на Брюмастере это супер-супер круто. Но тут Брюмастер, кажется, рискует сейчас... Нет, ФБ, ладно, не отдаст. Очень хорошо Дранкенброллер подрубил. Билд через Доминатор это великолепная идея на Брюмастере. Потому что аура Доминатора распространяется на Праймал Сплит. Очень плохо Микота. Ну ладно, неужели ФБ? Феррифайр. Но Бладсикер скажет спасибо, конечно, за такое. Он нереально жестко сейчас заряжен. Пассивка своей. И Эмбер себе реген только сейчас начинает... А, у него Ботл даже не реген. То есть это еще... Может даже как-то выбьется быстро. Ну, прям нереально Эмбер проседает. Убивает Курьера. У Брюмастера. Оставляют Брюмастера один на один с Энигмой. И трипла, судя по всему, в топе сейчас формируются у команды Бум. Туда приходит Вичдоктор. На Ацуме кидает Сайланс. И вот тут как раз... Или погодите, еще Свэшбакл есть две секунды. Найтмар. Ну, Вичдоктор будет, и... И в итоге два ореха получает Бэйн. Пропивает Фласку. Шейкер здесь неподалеку. Убивает Курьера. Фиссура. Сайланс. Ооо, это Катерфер из Блада. Да, точно. Ой, ну куда ж ты силишь-то, дружок-пирожок. Обидно, конечно, что АФБ Бладтикеру не досталось. Но в целом, главное, что сделали. Адроиды. Очень хорошо маг... Харасит. Мисс не прокает, и это соло-фраг. Жесть. Вот ведь герой такой, да? Нейчерс Профит. Блайтстоун купил. Ресурсы никакие не нужны. Можно всегда на базу улететь. Дальше Перчатка. Дальше Роупов Зе Меджи на урон. Пеньками харасишь, пеньками динаешь, пеньками ласхитишь. И просто нажимаешь райт-клик на врага, и он умирает. Вот так дела. Да, ну и вот Энигма пока только шесть крипов. Две маски телепортируются в бот. Ой, я там сказал, что один на один... Один на один против ЛД, конечно, друзья, извините. Оговорился. Немножко начинает сказываться. Что я поспал сегодня не очень много. Такие вот оговорки делаю. Подразумеваю одно, говорю совершенно другое. Снова атака. Здесь Фессура была от Шейкера. Снова прохарасили Эмбер Спирита достаточно серьезно. Флот Сигер получает заряд. Заряд бодрости от пассивной способности. ФПЗ пытается как-то заставить свою пассивку прокнуть, но она прокает очень-очень поздно. В итоге он сам получает довольно много демеджа. Ну да, отказался от быстрого Джавелина и будет приобретать понемножечку всякие такие вот вспомогательные быстрые предметы. Типа ПТ Владмерс пока нацелен на Владмерс. Тут убили у нас брюшку. Стан. Корни. Рык и... А, рыка нет еще, кстати говоря. Ну там просто корни, видимо, прокнули. Хорошенько. Хорошечина. И Брюмастера забрали. Че у нас по шестому уровню на Брюмастере? Не скоро шестой уровень на Брюмастере. Очень не скоро. А с этим шестой... А че за билдак у него? Нет, прокачка пива в три, в принципе, это может работать, но у него нет ни одного героя рядом, который бы это пиво поджигал. Ну как бы, он только сам клэпом может его поджигать. Ой, как Эдолон не контролится. Ну ладно, тут приходят тиммейты, и в итоге пиво в три начинает работать жестко. Маг под Маледиктом. Хотят убить ЛД, ЛД будет сам себя мишкой. Пиво прокается, да, поджигается Синдербрю. Почему я, собственно, так удивился? Потому что, когда ты стоишь один на один, кидать пиво плюс клэпать немножко невыгодно, потому что это очень много маны требует. Ну посмотрите, 90 плюс 80, да? Синдербрю, он всегда стоит 80 маны, и клэп тоже довольно много стоит маны. На первом уровне 90, по-моему, 100, 110 и так далее. То есть, когда ты стоишь один на один, тебе не выгоден билд через пиво. Один на один выгоден билд через клэп и Дранкенброллер. Вот. Когда ты играешь с каким-то Рубиком, с Гримстроуком, Бабкой или там любым другим, там с ЦМкой, с любым другим героем, который может твое пиво затриггерить, да, заставить сработать, тогда ты можешь вот такую прокачку сделать. Вот. Но, конечно, сомневаюсь, что если бы Бенцой прокачал клэп побольше и поменьше пива, то ситуация как-то сильно бы, там, типа, поменялась у него на линию, он бы там жестче стоял. Нет, это просто, как бы, в принципе, если ты, например, стоишь не против Медведя, а, допустим, ты играешь... О-о-о, ну, какой-то там, не знаю, против Джиггернаута, например. Ну, против Джиггернаута так точно нельзя раскачиваться. Вот прям точно нельзя. Вот. Также надо отметить, что это билд на перспективу, да. То есть, когда Доминатор появится, этот билд будет очень хорошо себя проявлять, фиссура. Вот Буми, здесь Шбакл от Пангальера, Ультимейт, хороший Маледикт от Кескьюта, Сайленс от Блотсикера. Маг по-прежнему старается здесь кого-то дамажить, пытается делать телепорт, но он, очевидно, будет неудачный. Чайные, кажется, Микота тут сейчас всех порежет. У него есть ремнанты, но маловато маны, и там у нас в другой части карты забирают Хайда. Сейчас с Доминатором переманивается помидорка, вот эта вот, урса большая. Кидаешь пиво, клэпаешь. Вот. То есть, как бы для этого пиво замаксилось на этом лайнапе. По большей части. Но, повторюсь, если ты играешь на линии против какого-то дефолтного, там, жиггернаута, то такая раскачка, она точно неприемлема. Или, там, против какого-то лайфстилера, может, против тролля тоже неприемлемая такая раскачка. Скорее всего. Именно один на один. Вот. Вот. Это важно. Важно подчеркнуть. Как бы два на два, она нормально будет работать. Кеноптик. У Нейчерс Профита пока можно отдать кеноптик Бэйну. У него тут, как-никак, скоро шестой уровень. Дальше будет финсгрип покидать Микота. Активирует руну невидимости. Ставится сентри вард. Тут же девардится он Микотой. Ульт Фуриона. И Микота успешно отступает. Нормально. Так забайтил соперника на скиллы. Брюмастер должен активировать где-то Праймал Сплит сейчас. И подраться с ним. Потому что Праймал Сплит Брюмастер это очень такая крутая способность, которая тебе фактически гарантирует фраги на саппортах в большинстве случаев. И если правильно все делать, еще и можно кор-персонажей каких-то убивать. Но в данном случае кор-персонажем являются Пангольер, Лоун Друид и Эмбер Спирит. Ни одного из этих героев нормально Брюмастер как бы не может убить. Только при помощи каких-то других кор-героев. Но ему нужно найти где-то сейчас место на карте, где он сможет дулить нажать. Аванпосты дают экспу всем героям на карте. Баунтируны контролятся. И это должно быть 2-2. По баунтирунам Блотикер у нас скачается. И делает Блэйдмейл первым слотом. Интересный артефакт. Вот телепортируется Фурион. Пивко, тотем. Пивко прокается. Крепы сжигаются. И вышка падает. Тут ответный пуш. Ну, как пуш. Такая жалкая попытка. Как-то затрейдить вышки. У Дайер по вышкам работает медведь. Но медведя сейчас здесь нет. Который мог бы поддержать вот эту атаку. Медведь просто качается пока что. Блэйдмейл появляется. Ну и вот брюшко... Не знаю, надо где-то ему сплит прожать сейчас. Он не видит, где это можно сделать. Но вот Вичдоктор стоит довольно нагло. Просто можно Вичдоктора убить. Пиво накинуть, сплит и убить его. Не стало этого делать. Это можно было бы сделать, реально. То есть даже вот из такой позиции, когда Вичдоктор здесь, а ты здесь. Там Шейкер бы еще фиссуру мог какую-то кинуть. Видимо, Бенсой хочет оставить свой сплит на какой-то прям дорогой фраг. Книжка для Энигмы. Энигма делает крайне нетайминговый Некра. Крайне нетайминговый. Двенадцатая минута. Такой Некрономикон он... Все равно, конечно, хорош. Но не так хорош, как Некрономикон на восьмой минуте. Финсгрип по Эмберспириту. Сайланса нет. У Блоттикер он уже его потратил. Но урона тут благо хватает команде Адроид для того, чтобы с Эмбером разобраться. Медведь справился с Тир-1 вышкой в восемь. Давайте на Нетворс переключимся. Балуется Пангольер. С плитом мы пока что так и не увидели. Дальше делается Владмирс, как мы видим. Для пуш-стратки хороший выбор. Микотт не планирует, кажется, отпускать на Цуми здесь. Хорошо, что Рубтура приехала тогда, когда Эмберспирит... Ну ладно, тут... Тут пока такое. Так, там Блумастер Праймал Сприт все-таки нажал, убил Энигму. Чуть ли не в соло. Сайланс по Пангольеру. Пангольер добаловался, минус Пангольер. Владмирс покупает посмертно. Вот, и просто в Соливарню Брюмастер пушит мид. Это крайне мне нравится Микот. Микот мигает, телепортируется сюда сейчас. Пытается Брюмастера прогнать, но Брюмастер очень жирный. Полторы тысячи хп. Шейкер приобретает даггер, друзья. Тринадцатая минута. Супер крутые тайминги. Это отличные тайминги, да? То есть, как бы, даггер шейкера тринадцатая минута. Супер круто. Пятнадцатый дефолт. Позже уже плохо. Будут пытаться убивать Спирит Бера, но он рычит и отступает в итоге. Пока преимущество у Адроид небольшое, но ощутимое весьма. Три тысячи золота для тринадцатой минуты. Считается, что это можно отыграть при плюс-минус нормальном драфте. Но тебе это дастся не так далеко. Пока от Энигмы очень мало импакта. Вот реально, Шейкер своими фиссурами, и у него уже, собственно, даггер есть. То есть, он может там какой-то крутой хастлендать. Что может сделать Энигмы, непонятно. Очень быстро падает мид. Под Блодрейджем Блодтикер и Нейтерс Профит очень-очень плотно дамажат. Телепортируется в топ МАК для того, чтобы отпушить Лайн. Но не стоит забывать о том, что у него есть еще и простая телепортация. Да? Шейкер залетает на Аванпост. Тотем. Фиссура. Можно эхо дать. Блэкхолл. Ну, как-то... Там Вардвич Доктор еще работает. Очень плохо брюшки. Брюшко стики не жмет, пока не успевает поражать. Хороший рык. Ну, какие-то странные телепорты здесь от Адроид были. Откровенно говоря, они в невероятно плохой позиции оказались. И в живых остались только Нейтерс Профит и Блодтикер. Видимо, думали, что им тут уже никто не сможет помешать. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, что могут. Пытаются в наглую Рошан сейчас забрать. Хорошо. Пятнадцатая минута Некрау и Нигмы. Блин, как же поздно. Еще и поле не вкачано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бум, по крайней мере, не знают, что... Тут... Рошан падает. Если б знали, они бы сюда, наверное, подъехали. Через ульт Пангольера тут покатались бы, что-то попридумывали. Натсат-43. А Егис для Натсуми. Идут пушить топ. У Бримастера есть Праймл Сплит, Блэк Холлы нет. Это значит то, что... Драться бума, скорее всего, не смогут нормально. Вот Ахаслэм Шейкер мог реализовать пораньше, он 3 минуты назад купил дайгер, пока он не находит позиции То есть понятно, да, что если ты дайгер купил на 13-й минуте, а первый Ахаслэм дал на 20-й, то, ну, как бы, какой есть смысл в твоей быстрой покупке дайгера? Не, ну, типа, смысл есть, там, может, фиссуру как-то поудобнее положить, да, там, облинкнуться в какой-то момент Нет, все равно это, конечно, круто, все равно ты дайгер используешь, так или иначе, как-то прокликиваешь, чтобы, может, перемещаться быстрее Вот, но желательно, конечно, Эхаслэм выдавать Так, что у нас по Рубтуре? Рубтуру пока скастовать никуда не получается Очень сильно разделены сейчас Адроид, но они невероятно сильны при этом Мак, он как раз без Айгисах, хорошая фиссура здесь, Хайт подходит, Станчик дает, мне кто-то прокастовывает Нейчерс Профит, где помощь, где Праймал Сплит, где хоть кто-то Помощи нет Мак умирает Причем его забрали, не используя каких-то суперкрутых скиллов Ну, там, ульт Пангольера нажали, и этого оказалось достаточно И то, как бы, ульт Пангольера здесь эта способность весьма... И весьма такая условная, поскольку Нацуми свою Рубтуру будет оставлять для того, чтобы кастовать его Пангольера Кэмкэмкэм Кэмкэм Плодзовский Камень выпадает, это, наверное, предмет надо Энигме отдать, чтобы как можно быстрее Хайт вынес свой Blink БКБ О, тигрия. Смоу катадроид у них по-прежнему на руках Аегис, по-прежнему активен Праймал Сплит. Нападают на Вич Доктора, убивают его легко, но хочется, конечно, фраг какой-то подороже взять. Как вариант, можно просто попытаться спушить вышку. Сюда телепортируется Пангольер. Но тут драка против Аегиса, друзья, не забывайте об этом. Ого, медведь грызет как. Ой-ой-ой. Праймал Сплит пошел, Мекка прокастовывается, в Эмбер летит кирпич, пытается отступить здесь Бладсикер, но Аегис выбивается. Пангольер пошел кататься, нужен Блэкхолл здесь какой-то сейчас от Энигми. Но Энигма нет, Манна появляется, но тут она под Сайленсом будет. Надо отступить хороший, там кирпич напоследок взлетает от Бенсоя. Брюмастер сидит на Энигме, Грипп пошел в Пангольера. Пангольера, по идее, должны забрать. Эмбер Спирит неплохо дамажит, Нацуми очень разогнан, Шейкера убили. Шейкер снова не дал Ахаслэм, каким-то образом я не понимаю, как это происходит. У него вроде даггер есть уже давным-давным-давно, но Ахаслэм он не использует. Злой медведь начинает атаковать. Вард Вич Доктора, неплохой Сайленс от Нейчерс Профита, в итоге брюшку забрали. И прекрасная драка для Дайра получилась. Прикольный, кстати, сет на медведя. Савиный какой-то. Непонятный. Да, Энигме надо все-таки как-то манго, вот с манго-дерево подобрать побольше, потому что скиллы достаточно дорогие, и частенько возникает такая ситуация, что не хватает просто маны. Забрали Вич Доктора, Фурион телепортируется, Сайленс на Энигму. Энигма, кстати, с Блэкхоллом, опасный момент. Сейчас Энигма. Сайленс заканчивается, и... Можно! Ну, кастуй Блэкхолл, что ты ждешь? Сайленс. Сайленс. Ну, хоть как-нибудь. Ладно, Фуриона добили, Микота справляется. Энигма покупает Блинк. Пытается на развороте Брюмастера как-то сыграть, здесь у него ничего не выходит. О, а Дроид очень слабо все делают на самом деле. Понятно их рвение, они... Знают то, что там у соперника нет формы медведя, знают то, что там нет ульты Бангольера какое-то время, и можно, типа, попытаться что-то пойти сделать, вот. Вот, но они настолько... Ну, как-то не вместе, вот. Все это как-то, вот, происходит не... По-нормальному. Элементарно. То есть, как-то надо же вместе скиллы кидать, чтобы одного героя, там, быстро забрать, да. Чтобы он не смог как-то... Вообще скиллы свои скинуть. Вот, а ребята как-то по очереди нападают, что-то дерутся плохо, кнопочки чуть не жмутся у них. В этой игре на предыдущей карте они как раз суперкруто все делали. Там на ЦУМе вообще, на Сларке, был грозой карты всей. Вообще ни разу, по-моему, он за игру не умер. Хотя, там, не сказать, что была такая прям фривин игра. Там какое-то время даже бумы доминировали, я бы даже сказал, на карте. Ну вот, а здесь как-то у них прям совсем не плет. Ну, Медведь вынес свои быстрые слоты вот с этим Момом, Манки Кинг Баром, и вот еще у него Дезолятор появляется. Это, конечно, не шутки. Вот, и пока этого Медведя убивать нечем. Если он нажимает форму, убить его... Зациклонить можно, убить нельзя. Вот реально, вот в этом проблеме. То есть его надо как-то поднять в воздух и постараться убить Пангалерович, Доктора и Нигму. В первую очередь. Аркенруну забирает Бюмастер. Ему немножечко буквально сейчас не хватает для 12-го уровня. А вот как раз появляется сейчас 12-й. Праймл Сприт на 12-м уровне становится немножечко помощнее. То есть он, во-первых, действует на 2 секунды побольше. Ну и плюс там КД немножко поменьше, что тоже, конечно же, приятно. Медведь бьет эншентов. Дофармливает их. Приятно, что можно 2 нейтральных предмета взять на Медведя. На основную мишку ты можешь взять какой-то там Философер Стоун или... Не знаю, ну чисто такой вот предмет, который даст... Какие-нибудь приятные бонусы. Типа там лопату можно взять и копать, и не менять эту лопату в течение долгого времени, да? Вот. А уже на маленькую мишку ты берешь реально хороший какой-то нейтральный предмет. Будь то... Там МКЛО или... Какой-нибудь Левелар. Левелар-то, кстати, на Медведя я что-то ни разу не видел, не помню, чтобы точнее видел нечто подобное. Но это, по идее, должно быть нереальной имбовой связкой. Потому что у него же еще Демолиш есть. Там 33%. Левелар еще 25 дает. Плюс скорость атаки сумасшедшего. Это же там можно просто... Уронить Бараки в секунду, фактически. Смог приобретает Шейкер. Будет сейчас попытка от команды Адроид как-то навязать сопернику Драку. Вот. Вполне... Вполне реальная тема. Вот. Но не стоит забывать, что Энигма потихонечку выходит в Блэккинг Бар. И... Сейчас Адроид очень легко эти Блэкхоллы могут забивать. Да? Прокастовывая... Там, фиссуры какие-то. Грамотный, там, Брюмастер тоже, если не попадет в Блэкхолл, может и Кирпич кинуть, и Циклон нажать. Вот. Но когда БКБшка у Энигмы появится, все, что нужно будем сделать, это напасть на Бэйна и убить его. Как только они... Позаботятся о Бэйне, Энигма даст Блэкхолл, и... Ничто не сможет сбить его. Кхм. Эмбер тоже очень плотно подкачался. 11 Канетворса. БКБл и Блэдмейл. Ну, на карте прям такое затишье. Если первые 20-25 минут были очень динамичными, то сейчас... Адроиды и Бумы по большей части именно фармят. Хотят поймать Мишку, это сложно сделать. Он может нарычать и убежать. К тому же он довольно жирный под формой, команда может успеть подключиться. 5000 золота за команду и Бум. То есть это камбэк, да, в 8000 произошел буквально недавно, да? Вот это Икспа. Это Ворс. Да, было 3. Стало... Ну, почти 6. Руна Иллюзий. Прекрасная руна для Ботла. Диспелит себя Сайланс. Полетели каски. БКБшка от Мака, что по Блэкхоллу. Блэкхолл не торопится кастовать. Очень быстро убили Лоун Друида, друзья. Тут может быть хороший драк сейчас для Адроид. Инигму также забрали. БКБшку подрубает на Цуме. Бьет ФБЗ. ФБЗ свой шпакл. Надеется выжить. Ударил Рошана, но задизармил его. Вот тот не смог его ответить. Ответить ему какой-то дычкой, чтобы добить его. Эмберспирит уже без блокинг-бара, и Мак здесь справляется со своей задачей. Но ключевое то, что потеряли Лоун Друиды сразу же. Он не успел ничего не прокастовать. Как так получилось? Ему просто Сайланс, что ли, повесили? Или что произошло? Я не сразу понял. Или Финс Гриппом ударили? Я не видел. Как же так он умер-то? Никто ничего не сбил. Ну да, тут сбивать на самом деле. Каски, Роллинг Тандер, и там какие-то Малифайсы, Блэкхоллы. Да, не так просто в этом плане сбить. Какой-нибудь Финс Грипп, Рошан падает, Рошан второй. Для команды Рейдент. Кстати говоря, второй подряд для команды Рейдент. То, что первого они так же забирали. Сыра Егис. А Егис забирает нас в латикер, и Сыра достается Нейчерс Профиту. И Нейчерс Профит отправляется в фарм Теншент. Ну вообще можно дать Блэкхолл выбить Айгис, ребят. Зря... Зря они дали. Хотя, слушайте, так они и так могут выбить. ПКБ выбили. Так, 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 так. А что тут по Блэкхоллу? Блэкхолл. Брюмастер прыгает, Сприта нет. Как же больно. Какой заброс сейчас от команды Адроид происходит. Они просто на ровном месте отдают сейчас. Тут Блэкхолл пошел. Ладно, в Бэйна Блэкхолл. Не отпустить его. Получить дополнительные фраги. Может быть, оно того стоило. Но, если честно, не уверен. Если уж Хайду хватило терпения и выдержки не дать Блэкхолл Блэкхолл в такой ситуации, не знаю. Мне кажется, я бы нажал бы 100%. Вот выбили Айгис и сразу туда Блэкхолл бы дал на всякий случай, чтобы уж как-нибудь там этот Блэкхолл не спасся. Понятно, что опасно немножечко так играть, потому что может Медведь какой-то... Ой, не Медведь, Шейкер какой-нибудь выскочить и дать Фиссуру. Но, не знаю, может стоило рискнуть в такой ситуации. Но вот Хайду хватило выдержки, хватило терпения. Он, видимо, сделал более точные расчеты, чем я. И понял, что здесь Блотикер 100% умрет и без его Блэкхолла. Но вот Праймл Сплит используется для того, чтобы дать Циклон в Мишку. Аха, хорошо. Можно продиспелить Идалонов еще. Этого не делается. Мишку пытаются пробить. Кирпич попадает. Еще один Циклон. Слушайте, наверное, убьют. Да, плюс 300 золота для Блотикера. Халява. Нет Блэкхолла. Ну и у Хайда почти БКБ. Так вот, если у Хайда хватило терпения не дать Блэкхолла Блотикера, то думал, может ему хватит терпения и не дать Блэкхолла этого Бэйна. Но он решил, что все-таки он вот туда скастывает. Прекрасный предмет находит. Квикинин Чарм. Это тот предмет, который Энигме и нужен с третьего тира. Там нет других предметов, которые были бы на Энигме настолько же эффективны, насколько Квикинин Чарм. Ибо любой билд на Энигме подразумевает активные способности как самого персонажа, так и активные способности его предметов. Ну вот, посмотрите. У Энигмы 4 активных скилла. Бог с ним, с этим Блэкхоллом. Понятно, что у Блэкхола большой КД. И если ты собираешь КДР, то ты больше секунд выигрываешь с этого. Это все понятно и очевидная истина для любого человека, кто в Доту хоть сколько-то играл. Понятно. Итак, но, друзья. Слушайте, 3 активных других скилла плюс любой билд на Энигме. Вот просто подумайте. Это Некра, Мека, Пайп, Гривзы, Блинк, БКБ, Шива. Все это имеет активную какую-то способность, да? И как раз Квикинин Чарм, и какой-то Спелл Призм, и Акторин Корр, и талант на 12% КДР у Энигмы. Это вот прям основа билда. Так что Квикинин Чарм, молитесь, молитесь высшим силам, я не знаю, или просто надеетесь, я не знаю, как-то это слишком воинствующе звучит, наверное. Короче, надеетесь на то, что вам выпадет Квикинин Чарм, когда вы играете на Энигме. Неважно, какой позиции, 3, 4, 5, там, сейчас в матчмейкинге пятерку Энигму многие пикают. Пупей там вообще прям не слезает с этого героя, там, не знаю, игры 3 уже играет, как он играет на Энигме пятерки. Все, кстати, выиграл. Но он очень хорошо играет на пятерке Энигме. А, нет, одну проиграл. Из тех, что я видел. Ну, понятно, что таких игр у него больше. В Смоук от команды Бум. Блэк Холл плюс БКБ есть. Следующий слот это Шэдоу Блейд. Если Хайдо собьют Блэк Холл Финс Гриппом, то, возможно, он призадумается о Линкен Сфере. Ибо, если здесь появляется Линкен Сфера, то только комбинация какого-то Абиссал Блейда и Финс Гриппа или двух Абиссал Блейдов способна будет сбить Блэк Холл. Шейкер занимает хорошую позицию. Форма от Лаундеруида. Примал Сплит, КСК, дает прекрасный вард и заставляет Шейкера телепортироваться. Шейкер улетает на базу. Что по Блэк Холлу у нас? Блэк Холл пока что не кастуется. Там просто убивают Бейна. Да, с Бейном справились. Хорошо, теперь можно дать Блэк Холл. Как вариант. Минус Пангольер, минус Бейн. Выкупается Пангольер. Эмбер влетает на Нейтерн... Вот здесь можно. Ну, можно же. Прям так халдит. Миша неплохо бьет. Эхо Слэм заряжен. Хайт прыгает. БКБ. Ну, что ж он не может... Что Шейкер никак не может Эхо Слэм нормальный положить, что и Нигма не может нормально Блэк Холл дать. Забавная ситуация возникает, конечно. Хороший рык от Медведя убивают Шейкера. Будут сейчас, судя по всему, осаждать центральную вышку Бумы. Че по репейр-китам? Репейр-киты две штуки. Сразу же прожимается, чтобы ТВ-рок подхилить. В любом случае сюда Бумы будут нападать. И нет смысла халдить. Мишка очень больно бьет. Найтмар надо разбудить. Некрами или чем-нибудь. Идалонами какими-то. Разбудили. Мишка бьет, бьет, бьет. Неплохо. Орбов Дестракшн есть. Изолятор. Кип-то стоун. Напали на Брюшку. Брюшка очень сильно терпит. Детерс Профит выкупается, но... Не знаю. Блэк Холл-то есть еще. Маны, правда, нет. Доезжает Манга. Доезжает Плазк. Кстати, какая-то странная. Допустим, ладно. Пускай. Мишка бьет бараки. Сам так же терпит. Что по блинку Блэк Холлу? Ну, там Финс Грипп есть. В такую позицию уже конец. Так, вызвал медведя нового Дремоцелла. Это значит, что здесь будет драка. Пытаются убить... Так, блин. Блэк Холл. Ну, ладно. В Бэйна попал. Бэйн был с Финс Гриппом. Очень сильно терпит сейчас хайд от Мака. Под Блэк Кинг Баром там большой достаточно дэмэдж. Хороший Финс Грипп по Пангальеру. Но тут врывается Микота. И под Леймгардом с Блэк Кинг Баром спокойненько с Бэйном разбирается. Выкупается... Кто, погодите. Никто не выкупается. Брюмастер выкупается. Извините, пожалуйста. Брюмастер выкупается. Неплохой Сайлл. С под Т4 давит. Праймал Сплит пошел. Циклон по Вич Доктору. Вич Доктор летает. Ничего сделать не может. ФБЗ также умрет. Побараки в миде упали. Надо прочейзить еще и Вич Доктора. Но хотят, кажется, прочейзить здесь Медведя. Медведь активирует форму. Спирит Бэр пока ни до кого дотянуться не может. Сайлланс по Лон Друиду. И начинает брокать корни. Начинает брокать корни. БКБ нет. Маг хороший, спруты юзает. Неужели нет топорика? Да, топорика нигде нет. И Дримацелл и его Спирит Бэр просто отдыхают сейчас. Телепортируются на базу Дримацелл. Телепортируют и своего Спирит Бэра. В итоге драка получилась с уничтожением центральной линии у команды Адроид. Явно она на руку Дайер. Да, там по итогу Пангальер как бы выкупался. Но это было давно еще, когда там на Баунтиру не была драка. Нейчерс Профит выкупился. Брюмастер выкупился в итоге. Давайте, наверное, статистику байбека включим. В данный момент байбек есть только у Эмбер Спирита на всей карте. Из 10 персонажей. Дабл дэмэдж находит Медведь. Залющий, конечно. Так, Мид бегут. Шейкер, Фиссура. Попытка забрать Кескьюта. Детекшена нет. Кескьют отступает, но попадает Сайланс. Сейчас из Глимера выйдет Тумариот. Декослэма нет. Прыгает Бенсой. Бенсой, Праймал Сприт 35 секунд. Пытается убить Мишку. Мишка, кстати, очень много дамага получает от Атак Нейчерс Профит. Погибает Спирит Бэр и Утримацела. Ладно, у него есть вызов нового медведя. Он может выкупиться, если что, и его перевызвать. Но хорошо, что он прямо сейчас его не вызвал, конечно. Потому что это было бы... О, Барашка. Привет, Барашка. Хорошо, что он его не перевызвал. Потому что так бы он вообще бы остался без медведя. Блэк Холл есть у Энигмы. Но я не знаю. Слушайте, тут, похоже, придется отдать эту линию. Я бы на месте Бумов не стал сражаться сейчас. Объективно не стал бы сражаться. Ибо... Ну... Они линию спушили. Если они отдадут линию, в этом как бы нет ничего страшного. Но зато там нет байбэков. Довольно на большом количестве героев. Это значит, что один хороший Блэк Холл, одна хорошая драка. И они могут просто в трон пойти. Так, каски отлетают. БКБ в КД. Где грипп? Где грипп? Гриппа нет. Гриппа нет в Артвич Доктора. Это минус на Чарс Профит без байбэка. Поймали еще и Шейкера. У него будет БКБ. Через 6 секунд он дает Ахаслэм. В надежде хоть как-то... Хоть кого-то продамажить. Хоть как-то продлить себе жизнь. Но это ему удается лишь ненадолго. Ладно. Наверное, я немножечко... Переоценил команду Адроид в данной ситуации. Тут действительно гриппа у них не было. Я забыл совсем, что Бэйн его давал буквально недавно. Там Бэмбер Спирита. Ну да. Вот эта вот ситуация сыграла злую шутку. На Чарс Профит погиб. 95 секунд без него. И команда Бум потихонечку убежит в Рошпит. Смотреть, что там. В Рошпит пока... Видно Рошана. Который заспавнился. Уже третий. С рефрешер Шардом. Врагов там не видно. Это значит, что можно спокойненько перегруппироваться. И бежать туда. Эмбер Спирит влетает. Форсит БКБ у Натсуми. Натсуми хочет купить себе Абисал. Вот. Вот. Абисал Блейд. На Блатите. Это не просто хороший артефакт для того, чтобы героев убивать. Но и возможно сбить Блэкхолл Энигми. Какой вариант. Изи Рошан. Даймлс Релик выпадает. Дайром. Кому его отдадут? Интересно. Наверное Эмбер. Энигми Рефрешер. Конечно же. Но на два Блэкхолла маны не хватит. Ну как? Типа хватит, конечно. Блэкхолл. Поле Блэкхолл. Но. Если ты там второе поле захочешь положить. Или там станчик кому-то прописать. Или идолонов вызвать. То тут уже не хватит. Потому что тут впритык. 500 и 500. Да? Еще 140. Энигми и так 167 маны. Так. Там новые шмоточки должны попадать. Есть смысл немного пофармить лес. Торопиться некуда. Ещё 1. Ёз 5. 6. Торопиться. 4. 2. 5. Крип какой-то бегает. Что, хотят какой-то бейзраш сделать, что ли, или что? Или пачку пытаются. А, пытаются просто пачку сагрить. Ну, одного пропустили. Крипа. Это с доминатора брюшки. Смоук активируется. А, ситуация, конечно, у команды Адроид незавидная. О, еще и спелпризм выпадает. Что ты будешь делать? Кто берет спелпризм? Пока берет Эмбер. У Инигмы в любом случае есть рефрешер. Достигает Лоун Друид у нас 25 уровня. Берет талант на Спирит Бера. Конечно, суровый такой мишка. Что у него там вообще куплено? Давайте посмотрим, где он бегает. Башер, Кираса, Дезолятор, Арбам. Да, серьезно. Нападает на Фуриона. Фурион без байбэка 50 секунд. Должны быть тайминги. Можно сразу же сжать рефрешер, на самом деле, не думать. Сразу жми. Жми и шо по сикеру. У сикера тоже боя нет. Можно просто в сикера дать. Прожимает три манга и ставится пауза. Шейкер дисконнектится, видимо. Еще немножечко подлагивают сервера в Азии. Хотя, кто знает, может это интернет. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мигает сейчас хайт, что парни, я все сделаю красиво, только на бейна нападите. Только на бейна нападите, и я вам просолю катку своим блэкхоллом. Ну, в принципе-то в этом и есть суть. Конечно, если бейн финсгрипом не собьет очередной блэкхолл, то... У Адроид нет шансов на самом деле нормально подраться. Там байбеки 36 секунд у Фуриона, и денег нет у Блатикера. На остальных героях не важны байбеки, по сути, потому что... В них Энигма целиться блэкхоллом вряд ли будет. Тут как бы самое главное это Фуриона убить и Блатикера. Только они такой демаж серьезный наносят. Адроид нет шансов наносят. Адроид нет шансов наносят. Да, что-то там надолго шейкер уехал. Че, и брюмастер дисконулся. Печально. 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 Продолжение следует... Наконец-то у нас вернулся шейкер, но теперь брюшки нет. Продолжение следует... Мишка под жестким минус-армором начинает грызть Тавар. Найтмор, надо будить Некром. Там дабл демаж еще у Эмбер Спирита. Вешается репейр кит, но вешается поздно. Начинают падать бараки. Как же... как же медведь отгрызает, друзья. Охренеть. Идут на следующую сторону, хотят забайтить байбэк Фуриона. Он сможет выкупиться, но как же он, наверное, не хочет это делать. Там новые нейтральные предметы должны быть. А, стоп, они уже все выбили. Да, все, извините, пожалуйста, они уже все выбили. Да, конечно же. Лотус вешается на Мишку. У Мишки есть еще... У Большого Медведя есть еще микро-ПКБ. Фурион не выкупается. Но тут сейчас будут мягкие крипы просто. О-о-о-о... Так, на нем Маледикт, ему сразу надо ультовать. Байбэка нет. Реконнектнулся. Сразу ульт просто. Тик Маледикта, после этого сразу отжимаем сон и жмем сплит. Че по Энигме? Энигма... А почему ты рефрешер-то не жмешь, дружок? Ну... Ёшкин кот. Ну ладно, смотрим. Ага, пошел сплит. Четко. Энигму убили. Хороший влет от Шейкера с АХ-слэмом. Прекрасный гриб в Эмбер Спирита. Он под Блэд Мэйлом, но... Да хватит! Хороший влет от уши. Заоцен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну... Давайте посмотрим... Не в сети... Меня терзают смутные сомнения... Одмин пишет, что осталось 3 минуты... Ну, может комп перезагружает... Раз у него так... Дота залагала... Хотя... Если он дисконулся, а потом дисконулся еще раз... Большая вероятность того, что это что-то с интернетом... Все... Шейкер реконнектнулся... Слава богу... Но эту драку должна дроид выиграть... По идее... Эмбера задушили... Он без байбека, кстати... И... По идее, мишку тоже должны взять здесь... У него аегис есть... А почему, кстати, аегис на медведей, да? Смотрим, взятки... Ну, хорошо... Вот аегис... Просто... Кто как бы... У кого был сыр... В этой ситуации... Я что-то не до конца понял... Вообще, вещдоктора поймали, убили... Он тут поработал в брион... Так, ну что, непонятно... У нас у медведя байбека нет... Тайминги должны быть у команды адроид... Неужели в трон? По идее, надо в трон... Потому что... Блин, ну вот... По идее, надо в трон... Идти... Вот пачка крипов... Секьюрить ее особо нет смысла... Потому что нет у команды Бум... Сейчас живых героев... Пангольер заспавнится... Так, бэкдор должен отключиться... Мигают на трон... Ну, надо в трон идти... Там же должна быть инфа, что нет байбеков... Если ребята тайминги считают... Ребят, вы не успеете... И бараки, и трон вы не успеете... Или успеют... Не, все-таки... На очке и поэтому вторую линию... Ну, ладно... Допустим... Хорошо... Но они в трон успевали... Чат... Они успевали в трон... 100% успевали... Под сплитом... Там дополнительный дэмэдж у... Брюмастера... Кстати говоря, у него... Земляной дух наносят... Дополнительный урон по строениям... Вот... Ну... Ладно... Я могу их понять... Я могу их понять... Эта игра достаточно важная... Тут важно победить 2-0... Именно адроитом... Не, ну как бы бумом тоже важно победить 2-0... Но просто... Для адроит это последняя игра... На групповой стадии... Да... И... Дальше... Они будут сильно зависеть от того... Как сыграют... Все остальные... Вот... Они в принципе неплохо провели... Групповую стадию... То есть они много игр выиграли... Да... У них там... Пара ничьих... Пара поражений... Но у них как бы и побед тоже много... Вот... Но проблема в том, что там у Фнатика еще много игр... Там у вот этих вот бумов тоже много игр... И бумы тоже там на самом-то деле не так уж плохо идут... И... Там есть команда такая не он... Они тоже... Как бы далеко не все свои игры сыграли... И у них очень-очень хорошая бодрая стата... Поэтому если они тут... Как-то подсольются... Ну допустим сыграют в ничью... Или вообще бы они там 2-0 проиграли бы... Если бы они первую карту не выиграли... Да... То... Была бы достаточно... Большая вероятность того... Что они могут спуститься из верхней сетки в нижнюю... Вот... Так что... В их интересах сейчас выиграть... И поэтому они хотят сыграть максимально аккуратно... В принципе можно понять... В этом плане... Но вот посмотрите... Какое решение они принимают... То есть они берут рапиру на фурионе... Вот... При условии что... Как бы... Блэкхолл и все... И ты... Как бы погиб... Да... Один прогиб и ты погиб... Что называется... Ну ладно... Тут и ион сейчас появится... И это может быть реально супер удар... Для... Команды адроид... Потому что... Там блэкхолл дадут... Но я через профит... А у него прокнет и ион... Который дает ему... 2,5 секунды неуязвимости... Главное сейчас где-то не с полицией... А, ну тут он уже спалился... И рапирой и аионом... Спалился всем... Байбеков нет... Так, тут тоже аион делается... В чем проблема аион диска на энигме... Друзья... Проблема аион диска на энигме... Объясняю... Значит, этот предмет... Где... Прион... На нем легче показать... Значит... Ооо... Па-па-па-па... Да... Там... Я просто прочитал... Чтобы убедиться... Что это там указано... Весь урон, который ты получаешь... Рамен нулю... Ну и весь урон, который ты наносишь... Тоже рамен нулю... Блэкхолл довольно больно бьет... Так, тут эхо слэм... По энигме... Энигма... Вес... Нет, с байбэмом все в порядке... Энигма выкупается... Напали на Эмбер Спирита... Эмбер Спирит под БКБ... Праймал Сплит пошел... Праймал Сплит пошел... Вроде бы... Нет, отменяется в самый последний момент... Энигма в Шадоу Блэйде бежит... Ой, какие... Как отлетает... Как отлетает... А и он диспрокает... Но там под Маледиктом... Нейчерс Профит... Ему уже очень больно... Рефрешер жмет у Энигмана... Не успевает ничего прокастовать... Умирает Нейчерс Профит... Выкупается Блоттикер... У кого Рапира? Где Рапира? Где Рапира? Где Рапира? Где Рапира? Где, 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 где... Не вижу... Простите, пожалуйста... Не вижу, где Рапира... У Маленького Мишки... Все понятно... Ну, 95 секунд без Хуриона... Че делать... Но, с другой стороны... 75 секунд без Энигмы... Энигма посмертная... Находясь в таверне... Покупает Ион... Дремоцел... Бежит с Рапирой... Можно сделать мега-крипы... Брюмастеру очень плохо... Очень плохо... Там Трустрайк... Дранкенброллер не работает... Каски... Летают просто великолепно... Выкупается... Брюмастер... Умирает... Блоттикер... Блоттикер без Байбека... И кажется, это ГГ... Защищаться-то нечем... Короб нет... Там неплохая фиссура... Мишка тратит много времени, чтобы обойти все это дело... Но... Рано или поздно он до трона добирается... Тут начинает еще и Роллинг Тандер дизейбрить очень сильно брюшку... И... По итогу... По итогу умирает и Брюмастер... Падает Эншант... И это 1-1 в итоге... Бумы отыгрываются... Сводят... Эту серию к ничей... С чем мы, собственно, их и поздравляем... Ну... Собственно, что тут сказать... Можно было бы пойти в трон... То есть, если были точные тайминги всех байбеков... Был бы там точный тайминг байбека Лон Друида... Был бы точный тайминг байбека Энигмы... Этим должен заниматься герой позиции 5... Он видит, что там... Ага, там... Рошана забрали там на 33.08... Значит... Записал Рошан... Забрали 33.08... 35.08... Ой... 38.08... Действия Эниса... Потом... Когда там какое-то время проходит... Ты вспоминаешь... Там... Контрл-С, грубо говоря... Да, сделал... Потом... Проходит какое-то время... Ты... Когда Рошан... Заспамил... 33.08... 35.08... Плюс 3 минуты... Тридцать... Боже... Короче, вы поняли... Там 41.08... 44.08... Получается, да? Диапазон спавна Рошана... То же самое с байбеками... Герой... Убит... Тогда-то... Выкупился тогда-то... Хотя бы какие-то приблизительные... Там не обязательно с точностью до секунды... Просто хотя бы с точностью до минуты... Хотя бы... С точностью до минуты... А лучше там до 10-20 секунд... Это нетрудно сделать... Ну вот... И будь эту информацию Адроид... Они могли бы... Сыграть посмелее... И принять... Вот... Более такое дерзкое решение... И может быть бы это сработало... Я не говорю, что это 100% бы сработало... Но это явно было лучше... Потому что уже видно, что... Ситуация, которая возникает на карте... Она... Нездравая... И сбить Блэкхолл Энигме не получается... И при этом не сказать, что Хайт какой-то там... Мега-гений... Там какие-то такие крутые... Да он вообще... Там Блэкхолл... Один Блэкхолл в Бэйна... Другой Блэкхолл... Там в умирающего уже Нейчерс Профита... Там один был хороший Блэкхолл в Блотикера... И то как бы в одного... То есть там не было каких-то Блэкхоллов по-троим... Там по-пятерым... Там по-четверым каких-то... Нереально крутых геймчейндж Блэкхоллов... Да нет, просто для Энигмы достаточно комфортная игра... И Адроид бросили эту карту в один момент... Когда просто там очень плохо протрейдились... Вот у них было очень много контроля на Энигму... Они на карте хорошо стояли... Неплохо фармили... Там все началось, по-моему, когда... Медведь купил МКБ... И вот эта вот драка с Аегисом под Тир-2... Там ребята просто не ожидали... Там 4 тычки Блотикер умирает... Блотикер спавнится... Еще 5-6 тычек... 5-6 тычек и он снова в таверне... Ну, жесть... В общем... Происходило где-то в мидгейме здесь... Ладно, друзья... Давайте... Я не буду на самом деле... Тут долго сидеть разглагольствовать... Всем спасибо за внимание... Я сейчас трансляцию передаю Лексу... И он посмотрит для вас... Два других... Интереснейших просто... БУ-2 противостояния... На БТС Юго-Восточная Азия... Вот... Так что оставайтесь на этом же канале... Он подхватит трансляцию... Следующий матч начнется после небольшой паузы... Где-то в 15-20 минут... Есть время сделать чай... Я не знаю... Поотжиматься... Поприседать... Покачать пресс... Если вы на самоизоляции до сих пор сидите... Не забывайте заниматься физкультурой... Вот... Потому что это... Это важно... Это важно... Ну, а я, собственно, с вами... Прощаюсь, наверное, до... До послезавтра... Вот... Передаю стрим-лекцию... Всем спасибо за внимание... Субтитры сделал DimaTorzok... Добавил субтитры...